Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем канале. Когда начиналась наша деятельность в интернете, дочь была активистом главным, мы как-то даже, честно говоря, сомневались. Вообще, кому нужны наши ролики, наши фильмы, наш опыт? Но оказывается, кому-то нужно. Очень много людей реагируют, оставляют комментарии, подписываются. Много теплых таких, хороших комментариев. Много деловых таких вопросов, по факту каких-то роликов, как деятельность, как это сделали, как то. И мы делимся с удовольствием своим опытом. Сегодня конец лета, лето заканчивается. Сегодня 27 августа, и можно подвести какие-то итоги прошедшего лета. Это было активное. Мы попутешествовали, мы поработали. Получаем плоды сейчас в нашей деятельности. Думали, что это каратайская, сентябрьская. Оказалось, ну, не менее вкусно, очень сочная груша. Вот уже все обобрали, пока сварок еще висит. Это уже часть плодов. Сад бушует, цветы растут. Это очень радует вас. У них запах великолепный. Так вот, помимо активного труда, который мы вкладывали в наш сад, в наш питомник, у нас была грандиозная поездка, целое путешествие в Красноярский край, в Хакасию, где мы посетили и были приняты Валерием Константиновым Железовым. Я через интернет очень много читал, смотрел роликов о его деятельности. Его деятельность направлена именно на садоводство в Сибири, на фруктовое садоводство в Сибири. Ведь очень много написано действительно книг, трудов научных. А ведь в России, ну и конкретно здесь у нас в Сибири, все-таки нет буйства плодовых деревьев, несмотря на то, что есть много районированных сортов. Тем не менее, оглядев сады, участки на Вачатском, здесь у нас поселок небольшой, мы пришли к такому выводу очень хорошему, что здесь у нас культура садоводства достаточно высокая. В каждом саду, на каждом участке есть полукультурки различных сортов, есть груши, даже есть мельчаки, которые абрикосы выращивают, есть винограды, то есть много людей, которые увлечены садоводствами, недостаточно смелые эти люди. Но мы считаем, что здесь, в нашем регионе, большую работу в этом плане провел Михаил Севастьянович Никитюк. Это директор совхоза Вишневский, который существовал с самых советских времен и удержался в 90-е в Лихие. И до сих пор существует этот совхоз, и он до сих пор бессменным руководителем на протяжении многих лет является. Хотя человек уже в приличном возрасте. Но благодаря таким подвижникам, как Никитюк, как Валерий Константинович Железов, можно сказать, учениками которого мы являемся, и 29 июля в гостях у которого мы были, он полтора часа потратил на нас, провел прогулку по огромному своему фруктовому саду. Человек, представляете, в Сибири, несмотря на то, что это Хакасия, вроде как юг Сибири, но, тем не менее, это Сибирь с минус сороковыми морозами, выращивает абрикосы, персики, сливы, ну, про яблоки и груши уже и говорить не стоит. В этот день он нас одарил всеми своими наработками. Вот я в руках держу драгоценные для себя 13 дисков, на которых скопированы материалы, видео, лекционные материалы, статьи Валерия Константиновича, которые вот зимой мне предстоит, конечно, плотно изучать. Сейчас пока время не будет. Ну, у нас получилось так, что это был твой день рождения, и на твой день рождения вот такие подарки. Да, мы сами себе устроили, по сути, такой день рождения Артема. С поездкой, с большими погружениями в Енисей, в Инголь, ну, и вот подарки действительно такие. Инголь – это такое шикарное, вообще уникальное озеро с прозрачной, чистой водой на границе Красноярского края и Кузбасса. К счастью, оно не сильно пострадало от руки человеческой. Ну, людей там много, но все все равно очень бережно относятся к этому озеру. Вот мы и там были. Вот мы в руках держим, привезли кучу материала, посадочную, семена. Абрикосы, вот это есть абрикосы от Валерии Константиновича Железова. Здесь и у нас академик, здесь королевский. Здесь у нас отдельное дерево, которое называют патриарх и его подруга. В общем, мы все это промыли, просушили. Он нам надавал кучу плодов, мы буквально пол ведра это все переедали, потом просто уже остальное промывали, промыли, просушили. Вот покажем вам сейчас и снова, пока до глубокой осени, уберем в холодильник. В холодильнике у нас это все просушено, вот таким образом, по сортам хранится. Поэтому мы готовы к посеву. И можно даже такой небольшой отчет. Валерий Константинович, если будете смотреть, процесс идет. Да, мы бережем, как великую ценность, как великий дар. Ну, действительно, он старался нам передать как можно больше. И буквально взахлеб, и не только семена, но и какие-то знания, чтобы мы смогли нести дальше. Потому что, ну, видно было, что настолько человеку важно сохранить в Сибири понимание, как растить. И технологию нам рассказывал, что на холме, чтобы от выпривания как спасти, и ямы не копать, и что только под лопатой, без всяких удобрений. В общем, мы приехали оттуда действительно наполненные и такие вдохновленные. Я, честно говоря, больше надеялась на то, что нас примут Пескуновы. Те, кто занимается тоже апрекосоводством. Но они не нашли на нас, я просилась даже на 10 минут встречи, но как-то не получилось у них. И я даже не надеялась, что мы к Железову попадем на такую длительную экскурсию. Был еще снова кузнец, нет, Смысков Валерий. Петрович. И мы так дружненько вместе все перепробовали. Перепробовали кучу сортов абрикосов. Все такие вкусные, замечательные. Дерева вот с такими стволами буквально, огромные. И как-то с такой душой нам Валерий Константинович про свои абрикосы рассказывал, что просто это не оставляло равнодушным. Нам полностью было ощущение, когда мы уезжали, что мы сможем и справимся, что у нас получится здесь вырастить. И дикие виды на подвой, и что мы сможем прививать. У нас было, состояние было, что, может быть, это его энергия передавалась, да, что мы будем успешны, что у нас получится. И вот хочется сказать, что многие еще пишут нам про курочек, про породы, можно ли приобрести яйцо, что все до лапки, со двора съехало, до перышка. Все разъехались в разные города наши курочки, потому что, ну, просто не осиливаем мы два направления. Даже три. Даже три, да. Курочек мы не убиваем. Яйцо, ну, тоже, это уже редчайший случай какой-то. Практически мы его мало употребляем в пищу, почти не употребляем. И настроены в будущем потихоньку учиться ведическому питанию и отходить все больше от яйца. Поэтому у нас больше направленность сейчас на абрикосоводство, виноградарство, декоративное. Ну, смородины, крыжовники, конечно, кустарники, ягодные остаются. И козы остаются. Сыры мы любим, дочь наша особенно. Наши речные спутники, да. Сыры мы любим. Ну, конечно, посещение Валерия Константиновича оставило, посещение его сада оставило для нас незабываемое впечатление. Действительно, успех человека всегда вдохновляет. Вот Таня сказала, диаметр абрикосов, стволов абрикосов, это 32 года абрикосов. Вот такого возраста фруктовые деревья вообще трудно найти в нашем регионе. Ну, у нас как-то говорят, что даже, например, полукультурка, да, там, крупная полукультурка, да и максимум в Кузбассе у вас 15 лет, ей уже возраст. А возраст, оказывается, потому что мы действительно, первые годы я старалась делать обрезки правильные, осветление кроны. А сейчас мы пришли к выводу, что, ну, не трогать, вот дай бог, пусть оно природно живет, распускает свои ветки и крылышки во все стороны, так, как нужно самому дереву. Меньше обрезки, меньше травм, меньше мурозобои. Меньше обрезки, меньше мурозобои. Меньше обрезки, меньше мурозобои.